Развитие микрорайонов Новогорск-Планирное обсудили местные жители и председатели многоквартирных домов на встрече с главой городского округа Дмитрием Волошиным. Большое внимание в диалоге уделили благоустройству дворов, ремонту дорог и созданию парковок. 128 новых мест для автомобилей появилось на улицах Марии Рубцовой, Родионова, Бабайкина и Юбилейном проспекте. Также на обсуждении жители предложили обустроить развлекательный комплекс для детей, например, аквапарк. У меня есть маленький ребенок и мы очень любим ездить в аквапарк. Аквапарк ближайший у нас находится в городе Матище. Я считаю, что для нашего городского округа очень не хватает аквапарка. У нас есть большой план по строительству не просто аквапарка, а большого развлекательного детского центра площадью 150 гектар. Это частная территория, которая находится вблизи аэропорта Шереметьево. Пока я вас могу заверить только, что мы работаем в этом направлении, это сделать просто необходимо. У нас нет сегодня развлекательного парка для детей, а живет почти 260 тысяч человек. И это вот на самом деле одна из основных тем, по которым мы работаем. Разбегается микрорайонный вакустроенный активный в этот год были созданы для устроенных тренадцать парков и скверов. Еще три появятся до конца этого года. По сверху на социальную инфраструктуру «Финкен» — лидер среди подмосковных городов. К примеру, во всей мастерской области за этот год были 10 школ, половина из которых находится в нашем городском округе. Продолжение следует...